Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Кадровый резерв Карачаева Черкесии. Молодые амбициозные специалисты получат возможность занять руководящие должности в органах государственной власти в нашей республике. Успеть значит спасти. Так называется новый благотворительный проект Фонда Доброголец. О важности и актуальности проекта расскажет гость нашей программы. Пять лет исполнилось подразделению по взаимодействию со средствами массовой информации Национальной гвардии Российской Федерации. В Пятигорске стартал окружной полуфинал конкурса «Лидеры России». От Северокавказского федерального округа поступило 8334 заявки. Из них 18 представителей из Карачаева Черкесии, которые успешно прошли заочные этапы конкурса и продемонстрировали лучшие результаты онлайн-тестирования. Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России. Кто будет участвовать в финале конкурса от нашей республики, мы расскажем на следующей неделе в наших информационных выпусках. А в Карачаево-Черкесии на этой неделе стартовал проект «Кадровый резерв», созданный по инициативе главы Рашида Тимрезова. В мероприятии приняли участие члены регионального правительства, главы городов и районов, студенты высших учебных заведений республики. Смотрите подробности. Проект «Кадровый резерв» разработан с целью выявления жителей Карачаева-Черкесии, обладающих необходимыми профессиональными навыками и потенциалом профессионального личного развития, для дальнейшего их привлечения на управленческие должности в органах государственной власти, местного самоуправления и на крупные предприятия республики. С приветственным словом от имени главы республики выступил руководитель администрации, главы и правительства Мурат Озов. Наша цель всей команды органов государственной власти создать условия для выявления настоящих профессионалов своего дела, их дальнейшей самореализации на территории родной Карачаева-Черкесии, чтобы каждый квалифицированный специалист мог внести свой клад в развитие нашего региона. В проекте могут участвовать граждане России, достигшие 21 года, имеющие диплом высшего образования, бакалавра, специалиста или магистра. Отбор будет проходить в три этапа. Первый – это заочный на портале кадры КЧРРФ. Второй этап – это оценка управленческих навыков. И третий – оценка проекта, который участник должен будет подготовить. Подробнее расскажет начальник дирекции кадрового резерва главы Ибрагим Татаркулов. Следует обратить внимание на то, что те люди, которые успешно прошли все три этапа и стали победителями кадрового конкурса главы Карачаева-Черкесской республики «Кадровый резерв», получат несколько призов и несколько составляющих. Первое – это диплом и кубок победителя от главы Карачаева-Черкесской республики. Затем, помимо этого, они получат возможность войти в кадровый резерв Карачаева-Черкесской республики, а также получат рекомендации по зачислению на те или иные должности. Для победителей проекта есть дополнительная мотивация в виде стажировки в крупных компаниях и возможность прохождения передовых образовательных программ в нашей стране. Руслан Жукаев, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия. Наступил последний месяц зимы, и тем, кто едет отдыхать в горы, сотрудники МЧС напоминают, что по 2 февраля в горах Карачаева-Черкесии выше 2500 метров будет лавина опасна. А сейчас настало время прогноза погоды. Редактор субтитров А.Семкин Добро в высший гор. Таков девиз благотворительного фонда помощи детям Доброгорис. Фонд занимается не только сборами для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и реализует проекты, направленные на информатизацию и консультацию родителей особенных деток. Один из таких проектов «Успеть значит спасти» подробнее расскажет руководитель и гость нашей программы Джамиля Хубиева. Здравствуйте, Джамиля. Спасибо, что пришли к нам в гости. Расскажите, пожалуйста, о вашем новом проекте. Здравствуйте. Проект называется «Успеть значит спасти» – проект фонда Доброгорис, который выигран в фонде президентских грантов. Проект – это комплекс наказаний и помощи семьям, которые столкнулись с заболеванием ребенка. Основными задачами является информирование по удаленным аулам республики, населенным пунктам республики, которые сталкиваются с заболеванием ребенка, но не знают, куда обращаться, что очень поздно обращаются. Одной из задач также является снижение уровня разводов семей, потому что, когда они сталкиваются с заболеваниями ребенка, очень много семей расходятся, распадаются, отцы уходят из семей. Будет оказываться помощь этим семьям, потому что мы будем дальше помогать, как медицинской стороны оказывать помощь, как с юридической точки зрения будем оказывать помощь. Жамиля, расскажите, пожалуйста, кто входит в команду проекта, какие специалисты, кто привлечен, кто уже состоял в команде фонда? В команду нашего проекта входит непосредственно сотрудник нашего фонда, я как руководитель. У нас есть психологи с большим стажем работы, которые работают с нами в рамках проекта. Также мы привлекли специалистов из центров, которые будут работать с нами в рамках проекта. Жамиля, а сколько будет идти по времени проект? В какой временной диапазон у вас есть? Проект начался в ноябре 2019 года. Он будет идти полноценных 13 месяцев. За эти 13 месяцев мы объездим все аулы нашей республики, будем посещать на каждый район, на каждый аул. У нас идет один месяц. Ну и по итогу будем выявлять карту республики семей, в основном, в которой мы будем дальше оказывать помощь. Эта помощь будет систематическая. То есть мы по окончанию проекта не будем прекращать нашу работу с этими семьями, потому что они уже будут на базе нашего фонда. И любая помощь, которая им понадобится, как медицинская, так и юридическая, точно так же информационная какая-то, мы будем помогать в любое время, когда они обратятся к нам. Жамиля, и напоследок, что бы вам хотелось сказать в адрес наших телезрителей, тех людей, которые нас смотрят сейчас? Хотелось бы обратиться ко всем семьям нашей республики, которые столкнулись с заболеванием ребенка, что они не одни в этой республике, они не одни в своем горе. Есть фонды, есть мы, в частности с нашим проектом, которые окажем всегда любую помощь. И чтобы они не тянулись с тем, чтобы обращались в фонды, обращались к нам, обращались ко всем специалистам по населенным пунктам, в районные какие-то поликлиники, ФАПы. Все-таки это заболевания, которые, если вовремя начать лечение, реабилитацию, то это можно значительно облегчить здоровье ребенка. Проект поэтому и называется «Успеть значит спасти». Джамля, спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам в гости и рассказали о вашем интересном проекте. Спасибо большое. Свой пятилетний юбилей отметило подразделение по взаимодействию со средствами массовой информации Национальной гвардии Российской Федерации. К этой знаменательной дате они организовали соревнования для представителей СМИ. О работе при службе управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии подробнее расскажет мой коллега Алихаль Лепшоков в нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии». Доброе утро, дорогие телезрители. Я рад вас приветствовать в нашей телевизионной рубрике «В гостях у Росгвардии». Этот выпуск посвящен пятилетию со дня образования подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации Войск Национальной гвардии Российской Федерации. 25 января 1995 года – День образования подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации Войск Национальной гвардии Российской Федерации. В этом году отмечается 25-летие со дня образования. Каждый год свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и военнослужащие пресс-служб Росгвардии. Но это не говорит о том, что они не находятся на своих рабочих местах. Обязанности по популяризации службы и поддержке имиджа управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике выполняются и в праздничные дни. Основные задачи пресс-службы – это информационное сопровождение деятельности управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике, взаимодействие с институтами гражданского общества, средствами массовой информации и гражданами в интересах реализации возложенных на Росгвардию задач. К пятилетнему юбилею пресс-службу управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии провела для представителей региональных средств массовой информации спортивные состязания среди мужчин и женщин. Снарядом для первой соревновательной дисциплины стала гиря весом 24 килограмма, который необходимо было поднять максимальное количество раз в течение одной минуты. Для представителей славопола были свои задания – прыжки через скакалку и упражнения для пресса. Еще одним заданием для мужчин стало комплексное упражнение – бёрпи. Ну, честно говоря, я был удивлен, насколько наши журналисты так подготовлены именно в любительском спорте. Показали неплохие результаты, все старались. Ну, победители, конечно, были награждены. Честно говоря, отрава была совсем немножко, одно-два очко между командами. Ну, как говорится, победил сильнейший. Заключительным состязанием стал настольный теннис, который после тяжелых физических нагрузок стал настоящей отдушиной. Сильнейшей в командном зачете стала команда ГТРК Карачаева-Черкесия. На втором месте – команда Дома печати. И на почетном третьем месте – Рия Карачаева-Черкесия. Кубки, цветы и дипломы вручил заместитель начальника управления по работе с личным составом полковник Марат Суров. В нашем управлении придается огромное значение работе нашей пресс-службы. Поэтому к этому знаменательному дню мы приняли решение организовать соревнования между подразделениями средств массовой информации. В 2016 году создано наше управление, создана Федеральная служба войск национальной гвардии. И из года в год мы наблюдаем тот момент, что проводя вот такие встречи, то ли это соревнования, то ли какое-то общение, связанное с проведением праздничных мероприятий, в любом случае оно дает положительный эффект, и мы с большей пользой потом проводим все то задуманное, что планируем на год. То мероприятие, которое прошло сегодня, спортивные состязания, я повторюсь, оно способствует нашему тесному взаимодействию, повышению уровня эффективности нашей совместной с вами работы со всеми средствами массовой информации, что благополучно сказывается на конечной нашей цели. Престиж службы в войсках национальной гвардии, повышение имиджа управления Росгвардии по Карачао-Черкесской республике и создание положительного мнения у населения о деятельности войск национальной гвардии в целом. На этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. На этом субботний выпуск ВЕСЕ подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова